ни один из проектов забыт не был фактически вот сейчас если поставить двигатель то на этой раме можно уже кататься и ближайшие я думаю лет 5 а то и 10 сюда заглядывать не придется посмотрите как качественно выготовлена машина вот эти все места как вы помните вот эти все они были как говорится слеплены из ничего то есть это все вручную выгибались панели друзья мои и уже уже кучу гневных комментариев я прочитал о том что забыли мы о наших проектах не забыли я уже не один раз говорил что у станции на на протек главный приоритет это работа с машинами клиентов понятное дело они будут обслуживаться в первую очередь или свои проекты мы уже делаем свободное время ни один из проектов забыт не был и сейчас вот здесь вот перед вами друзья наш fj cruiser как вы уже знаете в предыдущих видео я рассказывал и показывал машина была полностью разобрана полностью целиком и фактически полностью восстановлена что имеется ввиду предыдущих видео мы вы можете уже увидеть что было вообще полностью оголена рама она была полностью от песка струй на после этого покрыта специальным кислотным грунтом и закрыта защитными грунтами для того чтобы впоследствии она не ржавела и воздействие песка грязи и всего остального не влияло на покрытие соответственно когда мы всю раму оголели полностью у нас отдельно получили все узлы то есть у нас была отдельно коробка отдельно двигатель все составляющие мосты и так далее все было проинспектировано где нужно были заменены детали все было почищено восстановлено подвесили раму на подъемник поцепили мосты поцепили раздатку с коробкой уже вся начинка это то есть топливопроводы проводка то что идет по раме уже поставлено на место подойди пожалуйста с этой стороны покажи значит здесь вы уже ребята видите да стоит на месте бак вся вся разводка все провода все трубки все поставлено на то что должно стоять на раме поставлено уже глушитель прицеплен фактически вот сейчас если поставить двигатель то на этой раме можно уже кататься ну понятно этого никто не будет делать пока кузов не поставим кузов на покраске здесь все как вы видите уже в готовом собранном виде что было заменено полностью значит полностью мы заменили поменяли тормозные диски полностью суппорта это все было полностью восстановлено потому что работала надо этого долго и уже имела определенный износ по коробке и по раздатке была проведена полная инспекция там слава богу ничего менять не пришлось но все было почищено отмыто залиты все свежие жидкостя то есть масла и дальше надеемся еще столько же сколько уже проходил и раздатка и коробка отходит был проинспектирован карданный вал слава богу здесь тоже все нормально была проведена реставрация редукторов переднего и заднего проверены также на работоспособность рулевая рейка ну гидроусилитель и так далее все было сделано все проинспектировано собрано на месте теперь фактически несмотря на то что где-то еще остались видимость того что машина была в эксплуатации считайте что это фактически все новое на ново собранная рама теперь на нее станет кузов и ближайшие думаю лет 5 а то и 10 сюда заглядывать не придется друзья мои ну и конечно же с рамой там со всеми деталями с двигателем работы было очень много но поверьте с именно с кузовом работы было больше всего опять же по предыдущим видео вы видели что кузов не просто делался он полностью был порезан у него была изменена задняя форма из обычного хэтчбека он фактически стал пикапом для чего это было нужно я уже говорил в предыдущих видео это нужно было для того чтобы мы могли потом на каких-либо соревнованиях или еще где-то возить с собой запасные колеса что в обычный стандартный кузов они попросту не влазили ну суть не важно сейчас я вам покажу полностью как происходил процесс непосредственно по краске автомобиля мы ее отвезли в камеру и уже в камере она была профессионально покрашен кузов красится в несколько этапов значит открытые детали где у нас открытые участки металла они сначала были покрыты кислотным грунтом я об этом уже говорю мы всегда все делаем по технологии технологии предполагают защиту кислотными грунтами защиту грунтами проработку всех швов специальными герметиками и чистовая покраска кузов будет краситься в два этапа первый этап это непосредственно мы красим грунтуем и красим весь кузов и второй этап отдельно будет краситься крыша она будет матовая ну я бы сказал даже третий этап это просто отдельный участок работы навесные детали такие как двери краситься вообще отдельно и после этого уже кузов будет полностью собран и на раму которую вы уже видели все это станет и уже будет окончательная сборка и мы вам покажем наш автомобиль во всей красе вот друзья уже покрашены основные панели те которые говорится с машины снять невозможно и краситься не только на кузове я вам скажу что она выглядит может быть даже лучше чем заводское поверьте посмотрите насколько ровный и красивый отблеск да конечно на черном цвете глянец виден просто прекрасно посмотрите как качественно выготовлена машина вот эти все места как вы помните вот эти все они были говорится слеплены из ничего то есть это все вручную выгибались панели вручную варились тем не менее ребята после этого все аккуратненько залудили зашпаклевали выготовили и выглядит все как завод не хуже нигде никаких изъянов даже по блику видно ровный рисунок отражения вот видите абсолютно ровненько отражаются как в зеркале детальки все изгибы все аккуратненько молодцы все наружные панели как и положено в глянце и внутренние поверхности с легкой такой матовинкой принципе если вы посмотрите все автомобили современные которые выходят завода они так и покрашены этот будет выглядеть ничем не хуже он уже выглядит хорошо а будет выглядеть еще намного лучше у нас остается расклейка крыши после этого вот эти все панели будут заклеены и будет краситься в матовый цвет крыша значит и остаются навесные детали навесные детали как вы знаете это у нас двери задняя крышка капот и крылья крылья мы решили красить отдельно так как они тут легко съемные и Субтитры создавал DimaTorzok